Алматинцы, услышав новость о том, что территория любимой выставки теперь принадлежит городу, не стали скрывать восторга. Большинство уже отмечают положительные перемены, которые происходят в эти дни. Горожане уверены, что в будущем Атакент преобразится только в лучшую сторону и вернет былую славу. Мы очень рады тому, что перешла выставка в собственность города. Все изменения налицо, все положительные изменения. Я надеюсь, что эти изменения будут только продолжаться, улучшаться. Вот не хватает, конечно, детской площадки, хорошей. Торговый центр, торговый центр. И хотелось бы что-то такого, парк для детей, чтобы можно было погулять, чтобы просто пройти сидеть. Чтобы возродился Атакент, каким он был в советское время, в 90-е годы, в нулевые. Где же рай? Для людей, для туристов. Потому что можно спокойно ходить с детьми. Во-первых, то, что сюда перестали запускать машины, это очень большой плюс. Потом, буквально за короткие несколько дней, очень сильно озеленение улучшилось. Буквально неделю назад здесь стояло кафе, которое было построено на месте уникальных каскадных фонтанов. Но увеселительное заведение было снесено после многочисленной критики алматинцев. Теперь фонтаны, видать, издалека. А на месте снесенного кафе высадили 400 деревьев и выложили газон. В общем, территория Атакента составляет 54 гектара земли. Из них 23 гектара уже возвращены в коммунальную собственность города. По становлению Макимата Алматы расторгнут договор аренды с акционерным обществом Казахстанский центр делового сотрудничества Атакент. Бывшая ВДНХ компания пользовалась и управляла почти 20 лет. Между тем, в частной собственности также находятся еще дополнительно 14 гектаров Атакента, которые на сегодняшний день никоим образом не освоены и вообще должны быть рекреационной зоны. В связи с чем на сегодняшний день уже с Атакентом имеется диалог, в рамках которого Атакент в безвозмездном порядке готов вернуть данные земельные участки в ведение государства. А также готов произвести финансирование и реконструкцию ряда своих объектов. Напомним, ранее Аким Алматы Бауржан Байбек лично осмотрел территорию выставочного комплекса и подверг критике деятельность управляющей компании. В связи с неисполнением обязательств по развитию территории Казахстанского центра делового сотрудничества Атакент глава города поручил проработать вопрос прекращения договора аренды и возврата земель общественного пространства в коммунальную собственность.